Возвращение на родину через 74 года. В Самаре со всеми воинскими почестями хоронят погибшего на Великой Отечественной войне солдата Кузьму Суева, останки которого обнаружили в ходе поисковых работ. В 42 году Кузьму Нефедовича призвали в армию. В Подмосковье тогда формировались две десантные дивизии. В январе 43-го их перебросили в город Старую Руссу, а уже в марте он пропал без вести. Супруга до самой смерти искала и надеялась, вдруг он где-то живой. И вот в августе прошлого года с родными погибшего через соцсети связались участники поискового отряда «Фронт». Теперь, по крайней мере, понятно картины, как он погиб. Видимо, они везли боеприпасы какие-то на грузовике и попал снаряд. Была воронка, его засыпало там, поэтому никто не могли найти. На удивление, очень хорошо сохранилась капсула, так называемая смертная, которая была у каждого солдата. И там была записка, где было написано, то есть все данные. Поисковый отряд ведет свою работу в Ленинградской и Новгородской областях. За это время на местах боев участники обнаружили останки около двух с половиной тысяч бойцов и командиров Красной Армии. У 218 из них установлены имена. У 70 найдены родственники. Люди, которые занимаются вопросами обнаружения и находят наших погибших солдат, которые погибли в те в далекие времена, больше 70 лет уже это прошло. Это уже и радость, и радость родственников, потому что они не могли даже знать, где он находится, и поэтому вся жизнь их заключалась в том, что они ищут. Останки погибшего солдата хоронят на кладбище Рубежное, где покоятся супруга и два сына Кузьмы Суева. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.